Наринмар поплыл. Огромные лужи перекрывают путь пешеходами, бескрайними океанами разливаются по проезжей части. Несмотря на то, что ежедневно на уборке улиц от снега и откачку воды отправляются до 12 единиц снегоуборочной техники. Фронтальные погрузчики, трактора, самосвалы, малые коммунальные машины, комбинированные дорожные две и лососные машины. Кто виноват и что делать, разбиралась Александра Литкова. На дворе весна, и Наринмар утопает в талой воде. Таяние снега, не вывезенного вовремя, одна из причин огромных луж на улицах. Обратил внимание на состояние городских дорог и временно исполняющий обязанности губернатора Ниньского округа Александр Цибульский на недавнем заседании окружной администрации. Если бы вы в течение года убирали так, как я просил, у нас бы сейчас были чистые улицы. Но вы же мне все рассказывали, что это невозможно. Вы людей даже уже убедили в том, что у нас с северной региона невозможно убирать улицы. Вы просто людей убедили в том, что ваша беспомощность в этом – это норма. Это не норма. Сейчас было тепло. Почему вы не убрали эту улицу? Когда можно было один раз грейд отпустить и всю эту массу оторвать от подтаявшего асфальта. Сейчас опять заморозки будут. Как считают представители коммунальных служб, одна из основных причин данного явления – отсутствие в нашем городе системы водоотвода поверхностных вод, которая включает в себя и ливневую, и дождевую канализацию, и прием стоков талых вод. В чем проблема? Лучше вот этих – это несоответствие наших дорог. У нас нет ливневой канализации в городе, ни одна. И улицы построены так, что водооттока нет. Мы сегодня ждем, когда немножко тает. У нас законсервированы, по осени были законсервированы наши дренажные колодцы, которые у нас находятся на балансе. Как только немного позволит погода, тает, мы их вскрываем, они пустые находятся. Соответственно, мы сможем более качественно и плодотворно работать. Особенно проблемными в этом плане являются улицы Чернова, Ниньская и Швецова. Это улица Ниньская. Без резиновых сапог тут не обойтись. Особенно страдают молодые мамы. С коляской не пройти, не проехать. Только в такой обуви можно пройти, потому что это неудобно. И с коляской тоже заливают нижний, допустим, короб у коляски. Такие лужи не пройти вообще. Снег, мне кажется, вообще не вывозили в этом году. Так что все затапливает. Плохо все. Директор чистого города Сергей Семяшкин считает жалобы горожан по поводу своевременной уборки улиц от снега необоснованными. По словам коммунальщиков, снега в этом году вывезено в два раза больше, чем в прошлом. Так и едем. Не первый же год. Прилукаем потихоньку. Ну а что надо сделать, чтобы не было декор. Надо вовремя чистить, было зимой, а не сейчас браться за уборку. До того, что количество техники увеличится, да, качество уборки улучшится, соответственно, изменения необходимо будет привести в изменение муниципальное задание. Так как у нас по муниципальному заданию заложена три раза в неделю уборка улиц. Мы же всю зиму эти улицы по три раза в день. И при образовании гололедицы в это время мы сбрасываем песок порядка 40 кубов в сутки. В сутки диспетчерская от чистого города принимает до 100 звонков от жителей города. Затем принимается решение, куда отправить технику в первую очередь. В зависимости от того, с какой улицы поступило больше звонков. По-другому никак, ведь на каждую улицу грейдер не поставишь. Техники просто не хватает. Ходишь, как не знаю. Ну что я, все-таки чистить везде. Дай бог, чтобы это было постоянно. Поддерживали хотя бы. Потому что везде и школы, и интернаты сейчас чистят, везде чистят. Так что нормально. С начала апреля вся имеющаяся на балансе чистого города техника работает в две смены. С 6 утра и с 15 часов. В круглосуточном режиме работает диспетчерская служба, которая принимает обращения горожан. Позвонить и вызвать коммунальную технику можно по телефону 8 911 652 35 56. Александра Литкова, Антон Бодряков, Телеканал Север.